Начнем читать сегодня одиннадцатую главу книги Откровения. Помните, что повествование развивается так, что уже после шести или семи печатей, которые открывали казни, седьмая печать открывает новую серию казней из семи труп или из ангелов, которые трубят в трубы, каждый из них по очереди, и снова очередные большие казни падают на неверующее общество, на людей. И вот шестой уже ангел вострубил. И одиннадцатый глава повествует какая-то как пауза в повествовании, перед тем как начать повествовать о том, что будет после седьмой трубы седьмого ангела, говорится в общем о некоторых событиях, которые в этот период происходят. О духовных событиях или событиях в духовном мире. И эти события, прежде всего, говорят о том, что происходит в Иерусалиме. В том будущем Иерусалиме, который будет названо «встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Они будут попирать святой город сорок два месяца. Иоанну дается повеление попасть в Иерусалим. Помните, где он находится? Физически он находится на острове Патмос, в ссылке. Духовно он уже был на небесах. И вот теперь снова духовно ему велено отправиться в Иерусалим. Видно, что это Иерусалим земной город, потому что этот город попирается язычниками. И ему дано повеление сделать измерение внутренней части, храма и его дворов, там, где находятся люди, поклоняющиеся Богу. Помню, что книга Откровения написана Иоанном, и он получил эти откровения где-то в 90-е годы первого столетия, то есть тогда, когда уже храм Иерусалимский был разрушен, его не было. Храм Иерусалимский разрушен, а ему Бог говорит, иди, Иерусалим, и храм измерь. Значит, этот храм снова должен быть восстановлен. Он до сегодняшнего дня не восстановлен. И может быть, он начнется восстанавливать только тогда, когда эти события последнего времени начнутся сбываться. Когда, возможно, церкви уже, истинной церкви на земле не будет, потому что она будет восхищена Господом на небеса. И вот, явится человек греха или антихрист, и, наверное, первое управление, первый период в управлении будет мирным, и он даст гарантии и возможности, чтобы евреи быстро восстановили храм, и вот они его восстановили. Но там, среди этого храма, есть не только люди, поклоняющиеся Богу в внутренней части, а внешне есть язычники, которые этот храм попирают. 42 месяца – это 3,5 года. И тоже так сравнивая предыдущие пророчества, пророчества, которые написаны в книге Даниила, то там сказано, что где-то в середине этой последней седмицы или семилетнего периода, который дан был Израилю, начнется то, что называет Христос «мерзость запустения», когда антихрист, который до этого давал возможность поклоняться в храме Богу, в этом храме поставят идола, изображающего его, и все будут принудительно побуждаемы этому идолу поклоняться, или этому антихристу поклоняться. Но хотя сила будет такая, что их заставлять, но при этом будут люди, которые по-настоящему будут поклоняться только Господу. И вот этих людей дано было Ему измерить. Трость – это то, как сегодня мы используем рулетку или метр. И вот Бог дает Иоанну поверение – измери тех, ну, как бы, как бы, это, по-настоящему, посчитай, тех, кто в это тяжелое время, кто в будущее тяжелое время, когда антихрист будет людей обольщать, обманывать, и даже принуждать ему поклоняться, то в это тяжелое время будут поклоняться неживому Богу. Измери их. То есть для Бога важный счет. Счет тех, кто по-настоящему Его любит, щит и поклоняется. Помните, когда Христос беседовал с Амарянкой, у них был разговор о поклонении, 4 глава Иоанна, стих 23. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Всегда для нашего Господа очень ценные люди, которые по-настоящему поклоняются Ему. Он таковых ищет, таких, как Он нуждается, таких Он замечает, таких Он даже считает. Даже считает. Это привиление Иоанну. Посчитай. Господи, ну зачем тебе эта математика? Какая разница, сколько сегодня на собрании нас? 20 человек, 30 или вся церковь? Какая разница? А для Господа имеет значение. Посчитай, кто сегодня среди этого злого мира, когда мир катится, как в яму, и все обольшаются дьявол. Сколько есть тех, кто желает прийти в Божий храм и по-настоящему поклониться. Посчитай. И сегодня, когда Господь считает и нас в это число, каждый из нас, если мы, конечно, здесь и в псалмах, и в молитвах, и в принятии слова, что мы были теми людьми, о которых Он говорит, что мы поклоняемся Ему в духе и в истине. Сегодня читаем разум. Описывается интересное служение двух людей. То, что они делают или будут делать тогда, в какой-то мере церковь или мы должны делать сегодня. Ну, в какой-то мере, потому что их не особенные. Но по духу мы должны его делать сейчас. История о двух людях, которые называют книгой Откровения два Божьих свидетеля. Третьего стиха. И дам двум свидетелям Моим. И они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обречены во вретище. Ну, эти дни, количество дней, это почти три с половиной года этого последнего отрезка перед пришествием Креста на Землю. Это будет период, который называют самый тяжелый период на Земле, период великой скорби. В период, когда Антихрист будет явлен и будет виден. И люди, люди фактически все, почти все, без исключений, небольшое исключение будут только те, кто в него уверовал, кто уверовал в Са Христа, но их жизнь будет недолгая. Потому что многие, кто не захочет ему поклоняться, будут убиты. Многие, но некоторые останутся живы. Помните то количество тех людей, которые Христос, Бог Отец, запечатывает как аст. Еще раз, тогда, когда будет полный обман, полное обольщение разными ложными чудесами. И все люди, еще раз, все люди, или практически все люди, будут как загипнотизированы, чтобы ему поклоняться, ему служить, этому Антихристу. Бог сделает так, что все равно истина у Бога будет провозглашаться. Так, чтобы душа, которая будет жаждать познать Господа, она все равно сможет познать Его. И в это время особое служение два человека. И этот Христос истинно скоро придет. Они одеты в редище, это, по-нашему, может быть, украинские слова, это мешковина. Что-то похожее на такую грубую одежду, которую иногда, мы встречаем в Писании, одевали Божьи люди, пророки, когда они несли особое такое скорбное слово, когда они понимали, что мир погряз во грехе, и все, что они ждут, это суды Божьи, и им нужно каяться. Вот в похожей одежде были одеты два человека. Дальше о них пишется так, стих 4. Это судьи, две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Это указание на ворочество в книге Захарии, где говорилось о двух людях, современниках Захарии, которые жили в те времена, когда храм восстанавливался, Иерусалимский, во время Ветхого Завета. И тут было два конкретных человека. Один был первосвященником, другой правителем. Но ихний образ, который был представлен этим светильником, светильником, который наполняется маслом, как бы Духом Святым, для служения, и то же самое эти два человека будут нести это особое служение, потому что они будут иметь особое от Бога помазание, силу Святого Духа и способность это делать, как, собственно, и наше служение. Помните, Иисус говорил ученикам по Своему Вознесении, будьте в Иерусалиме, ожидайте, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелем. Чтобы нам быть Его свидетелями, мы нуждаемся в том, чтобы быть инструментами просто Духа Святого. С 5-го стиха. И если кто захочет их обидеть, а увы, таких будет очень много, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому належит быть убит. То есть они будут иметь такую силу, что их невозможно будет убить или обидеть. И Бог даст им такую способность и такую свою защиту, что даже никакое оружие не может их убить. И Бог это сделает для того, чтобы то, что они делают, чтобы это продолжалось. Потому что воля Божья есть такая, чтобы во все времена, был голос истинный, голос правды. И даже тогда, когда еще раз, просто за слово о Христе, люди будут увидены на казнь, на гильотину. На этих людей никто не сможет остановить, никто не сможет их арестовать, никто не сможет им закрыть голос. Хотя будут пытаться это сделать. Будет такая защита, что их обидчики будут пожираемы, убиваемы. Сих 6. они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, во дни пророчествения их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Почти три с половиной года, когда антихристарствуют, все армии в его руках, эти люди свободно несут служение, говоря о том, что это обман, это ложь, это от дьявола. Не бойтесь всего, бойтесь настоящего Господа, потому что этот может вас убить, ваше тело, но душу он вашу не погубит. А бойтесь Христа, который скоро придет, и даже если вы будете убиты, он воскресит вас и вознесет, если вы будете ему служить. Примерно такую, наверное, весть они будут нести. И их настроение будет подойти там, именно в центре, в Иерусалиме. Возможно, даже в храме, где будет этот идол стоять, они будут говорить людям, что вы делаете? Это обман? Остановитесь. И людям это будет не нравиться. Всем тем, кто хочет или кто любит неправду, говорить правду, это им очень не нравится. Поэтому у них будет очень много врагов, и больше того, они не только будут говорить, они еще будут послать дополнительные казни к тем, которые мы читаем в походу книги Откровения, чтобы показывать, что их голос правдивый, и этот голос Божий. Стих седьмой. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом, Египет, где и Господь наш распят, то есть в Иерусалиме. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему, и веселиться, и пошлют друг другу даре, потому что два порока сии мучили живущих на земле. Но когда их миссия будет исполнена, то под конец великой скорби, не раньше, чем они закончат свое дело, когда они это дело закончили, которое Бог намеревается им дать, тогда Он даст этому антихристу возможность их убить, то есть это защита от них будет забрана, и антихрист справится с ними, убьет их, и после этого будет большая радость для людей на земле. Так что они настолько будут радоваться, что их как они думают мучители, те, кто не давал им спокойно грешить, убраны, они в своей радости даже запретят, чтобы их хоронили, чтобы глумиться над ихними трупами, хохотать, смеяться, говорится о том, что весь мир на них будет смотреть. Мы сегодня понимаем, что это очень легко, когда есть технологии интернет, телевидение, направятся камеры, будет регулярная, беспролимная трансляция ихних тел, которые уже начинают разлагаться, от людей. А для людей это радость, все смотрят и радуются. Насколько радость, что будут люди друг друга поздравлять, дарить друг другу подарки. Вот сегодня тоже многие дарят подарки, это день любви, но это будет день ненависти, день злости. Люди будут дарить подарки больше, чем они дарят на Рождество или на Новый год. Насколько люди будут так обрадоваться, что наконец-то эти люди убиты. Стих 11. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. А на них будет смотреть весь мир. Еще раз. Весь мир на них смотрит, вот эта круглосуточная трансляция или что-то другое, слово техники. На глазах всего мира эти два Божьих человека, убитых и уже разлагающихся, воскресают двенадцатые. И услышали они голос с неба, громкий голос, говоривший им «Взойдитесь сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. Перед городами всего мира Бог показывает, что последнее слово не за людьми, не за дьяволом, а за Богом. И Бог сделал с ними то, что Он через них говорил всем, что служите Богу, не бойтесь дьяволом, потому что если даже Он убьет, Он вас. Последнее слово будет за Богом. И Бог это слово сказал, воскресил их, и сказал им поднимайтесь на небо, вот на глазах всего мира они поднимаются на небо. Есть много разных попыток догадаться, что это будет за два человека. Некоторые думают, что это возможно какие-то божьи пророки, которые были в прошлом, или божьи люди. Некоторые думают, что возможно это те два, которые не умерли, как Илья или и инох, которые снова придут на землю. Но в Библии нету такого прямого текста, что так именно думать, это только догадки. Может быть то, что эти догадки в какую сторону двигаются, есть пророчества в книге Малахии о том, что должен прийти Илья перед предшествием Христа. Но помните похожие говорили апостолы Иисусу Христу? Как же ты говоришь, что он уже наступает это время, если должен прийти Илья? А помните, что сказал Иисус? Он же был реальный Илья, это был человек, которого Бог называет как Илья. Скорее всего, мне думают, тогда будет что-то похожее. Будут два наверное современных человека, еврея, Божьих человека, которые доверятся Господу, которых Бог наполнится Святым Духом, и даст Ним эту миссию. Как бы это ни было, этот отрывочек говорит там очень важное, что Бог поручает людям всегда у Него есть особенная группа людей, которым Он поручает быть Его свидетелями. Вот тогда будут эти два человека. Сегодня мы знаем кто они. Их много больше. это у нас. Пример этих двух будущих свидетелей пример для нас. Чтобы мы безбоязно исполняли ту миссию, которые нам Бог поручил. Чтобы мы не думали о последствиях, мы умрем не раньше, чем Бог посчитает, чтобы мы закончили свою миссию. можем не бояться ни угроз, ни смерти, ничего-то другого. Что если мы будем так ревностно отдаваться, то мы заболеем. Без воли Божьей ничего не случится. А когда Бог посчитает нужным, чтобы мы заболели или к смерти, или не к смерти, это случится. Но это не страшно. Главное, чтобы мы оказались Ему верными, живя или умирая. Потому что если мы будем верны несет. Сегодня этот пример вдохновения для нас. Мы тоже начинаем серию служений, которые есть какая-то церковная программа или братья что-то организовывают. Но это служение каждого из нас. Чтобы мы пригласили, чтобы мы с ними поговорили, чтобы мы поговорили с ними после служения, чтобы мы с ними продолжали общаться, молиться и побуждать их к реальному познанию. И их в тот же час произошло великое землетрясение. То есть когда они вознеслись на землю в эту всемирную трансляцию. И в тот же час произошло великое землетрясение. Эти все камеры шатаются, или не просто камеры. И десятая часть города пала. И погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. Это в одном городе. Это очень много. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесным. Бог показывает свою реакцию. в гневе на то, что эти люди сделали с его людьми. Он забирает своих этих насмешников в Иерусалиме, карает карой, многие из них погибают от землетрясения, а выжившие в этих руинах падают и в страхе поклоняются Господу. Мы можем понимать, что, скорее всего, это не то покаяние, которое из глубокой веры к Господу, но это реакция на Божью силу и на Его святость. Помните, как часто до этого было описано о казнях, которые были. И это первый случай, когда говорится о том, что в этих казнях наконец-то охотиться от страха начинают перед Богом перепитать. Но Бог желает, чтобы мы перед Ним благовели и воздавали Ему славу. Не потому, что мы дрожим от страха, что Он нас испепелит, а потому, что мы благовеем перед Его святой жертвой, перед Судистом. перед Его любовью, перед Господом, который правит с землей и желает нас спасать. Сегодня мы тоже здесь для того, чтобы Ему поклоняться, Его славить. Славить не потому, что произошло землетение в Могилеве, и мы просто перепугались и прибежали, а потому, что мы знаем, что Он этого достоин. и пусть Он нас благословит, чтобы мы славили Его, Ему служили и были Его свидетелем. Там, где мы проживаем, там, где мы ходим, там, где мы работаем, с теми людьми, с которыми Бог дает нам встречаться. И это будет Ему на славу. Аминь. Давайте аминь.